здравствуйте друзья с вами геоэнергетик инфа максим радакин и мой постоянный собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр рейтерс цены на юрелс превысили ценовой потолок в 60 долларов за баррель как выяснило информационное агентство рейтерс обзвонив своих контрагентов информаторов всех прочих оказывается нефть российская дороже 60 долларов александр рейтерс для себя открыла не знаю информацию из открытых источников заново или они что-то там тормозят информация потрясающе мне очень понравилась такая сдержанно-радостная реакция в наших сми что вот видите как здорово выше 60 наша юрелс торгуется поэтому хлопаем в ладоши радуемся танцуем действительно но на мой личный взгляд и возможно это какая-то такая профдеформация сознания уже но на мой взгляд тут поводов для радости нет не в плане того что нефть дороже 60 это плохо нефть дороже 60 для нас это очень хорошо это прямо вот замечательно только доллар дешевеет сам по себе а так-то нефть дороже 60 это более чем но мне эта ситуация не нравится по совершенно иной причине я вижу в такой подачи информации рейтерс либо какой-то тупняк авторов уж извините за низкий слог либо это часть намеренной или не преднамеренной часть намеренного или не преднамеренного следования информационной политики которая явно имеется на странах запада по отношению к российской нефти то есть есть ли какие-то закономерности в подачи информации о цене российской нефти на западе есть информация как правило делали делится ну на два блока блок 1 ценовой потолок работает вот почему блок 2 а ценовой потолок не работает а нужно чтобы работал поэтому надо закрутить гайки и в том и в другом случае мы видим либо подталкивание наших покупателей к тому чтобы ценовой потолок работал либо мы видим подталкивание отдельно взятых политических кругов чтобы они прекратили уже прекратили уже заниматься ерундой и вот как как следует поднажали потому что чего это вот потолок ваш не работает и данные которые публикуют рейтерс несколько противоречит тем данным которые публиковались опять же не так давно о подсчетах цены российской нефти агентством аргус и агентством и агентством плац на тех рынках которые для нас теперь являются ключевыми мы видим что по их подсчетам дисконт есть но этот дисконт составляет ну долларов 16 на нефть марки юрлс по отношению к нефти марки бренд притом данные эти публиковались в момент когда нефть марки бренд стоило порядка 85 долларов за баррель 85 минус 16 да это выше 60 но пафос текущей статьи которую мы обсуждаем том что цены поднялись выше потолка то есть до этого они были ниже потолка а теперь они поднялись выше потолка вы представляете какое безобразие а еще там какие-то западные компании продолжают сотрудничать втихаря с российскими перевозчиками ай-яй-яй доколе не потерпим куда смотрит президент разумеется президент соединенных штатов а не какой-нибудь там я здесь вижу глубокое противоречие то есть если данные ваших агентств говорят о том что нефть марки юрлс именно нефть марки юрлс не абы какая то есть не витязь не сокол не родственник витязя сахалин бленд не в ст никакая другая которую мы отправляем на экспорт а именно юрлс стоит 8 85 ну хорошо давайте 86 если кому-то сложно 86 минус 16 то вот она стоит столько а потом вы говорите нет нет только что поднялась выше 60 нет ли здесь какого-то противоречия дорогие друзья давайте попробуем прикинуть откуда это противоречие может взяться во первых очень странно что контрагенты агентство аргус которым они обращались и которые важную информацию донесли не сказали на каких рынках цена российской нефти поднялась выше 60 долларов я подозреваю просто подозреваю что не упомянуты эти рынки хотя обычно как правило упоминаются таких случаях где сколько стоит российская нефть так вот не упомянуто это по одной простой причине речь не о реальной продаже а о том что в рамках методики аргуса продажа российской нефти поднялась выше 60 долларов в рамках той той части этой методики которые используются для подсчета синтетического показателя на рынках роттердама и средиземноморья которые далее следуют в наш минфин и наше миноэкономразвитие для того чтобы определять сколько же налогов собирать с нефтегазовых компаний по крайней мере в нефтяной части этих самых налогов именно поэтому не говорится про порт назначения то есть иначе получается еще раз подчеркну странно безусловно когда получается странно когда аргус говорит нам о том что ну смотрите да там есть дисконт но что-то этот дисконт вот вы знаете сократился и вот по такой-то цене мы трейдером позвонили в индию и они нам сказали потому что ну это нормальная практика это если что вот нормальная практика звонят им сообщают что вот были куплены по такой-то цене а теперь выше 60 и действительно если мы посмотрим момент в который в какой момент вот это вот эти данные публиковались это момент как когда цена марки бренд ну то что мы называем обычно ценой марки бренд поднялась там выше 85 долларов на новостях о сокращении добычи в рамках опек плюс но как бы не опек плюс это как бы добровольное сокращение отдельно взятых стран вот поэтому никаких квот мы не сокращаем но неважно в общем рынок отреагировал логично цены подросли зафиксировались на потом они чуть снизились но зафиксировались на весьма комфортном уровне на данный момент порядка 85 долларов и действительно в момент этого роста могла сложиться ситуация когда по методике подсчета аргуса вот этот вот синтетический показатель в европе мог оказаться на уровне порядка 60 долларов и выше я просто напомню что по итогам марта там менее менее 40 менее 50 долларов наша нефть вышла ну а почему потому что в марте российская нефть марки юрлс прошу прощения в марте эталонные сорта дешевели на новостях о банкопаде а раз они дешевеют то и в рамках той методики в которой в рамках который подсчитывает аргус получалось что и цена российской нефти марки юрлс тоже падает вот она упала ниже 50 долларов ну а теперь цена выросла и вот в моменте пожалуйста происходит рост то есть когда мы радуемся что ура выше 60 долларов как здорово мы забываем о том что по открытым данным нефть марки в 100 в отдельные периоды вообще с премией торговалась а так она торгуется в районе восьмидесяти долларов за баррель ну по крайней мере до вот мартовского падения она торговалась в районе восьмидесяти долларов за баррель опять же по уверению в том числе и западных ценовых агентств у которых никаких перед нами нету никакого нету желания показать ой у них все хорошо у них есть желание показать что у нас все хорошо в том плане что ребят ребят у них все еще все хорошо уже собирались сделать так чтобы у них было хуже давайте вот поднажмите чтобы было все таки хуже а то видите вон вы сто как дорого стоят другие наши сорта которые продаются на восток ну такие микросорта условно говоря микросорта в сто это довольно многотоннажный сорт в прошлом году прошлом году его наверное было более 70 миллионов продано так вот по грубым прикидкам там только через порт козьмина было прокачано что-то порядка 42 миллионов тонн ну и плюс ко всему по нефтепроводу который непосредственно в китае идет там тоже вполне может быть сопоставимые объемы были прокачаны то есть может от 70 до 80 миллионов тонн было продано этого самого в сто вот это меньше чем юрлс продается но все равно это второй по масштабу сорта остальные сорта они поменьше но их но они продаются по ценам повыше чем юрлс в любом случае с учетом тем более доставки с учетом там всех сложностей ну вот пожалуйста но ни о каких 60 долларов речь не идет о попытке показать что вы вы знаете она подскочила выше 60 это попытка зайти из той позиции что а вы знаете а потолок то работает вот он что-то тут вот поломался немножко но потом о чем напишет рейтер потом цена пошла вниз но вот она нырнула ниже 60 долларов обратно поэтому дорогие друзья в китае в индии вы не раз не расслабляетесь вы не мнитесь вывод прям что-то вы как-то не верите нам присоединяйтесь потолку цен все будет хорошо может быть опять же я в данном случае палку перегибаю но даже если отринуть вот эту некую составляющую почему это вот так подается автор заметки которые мы обсуждаем находится в некотором информационном фоне в неком информационном поле в этом информационном поле абсолютно серьезно воспринимаются слова министра финансов соединенных штатов америки представители евросоюза который выходит рассказывает о том что смотрите российская нефть стоит меньше 60 долларов поэтому именно поэтому наверное никто цену на нее не пересматривает да хотя собирались исходя из рыночной цены пересматривать в сторону понижения когда цена будет падать ну ладно найти не будем не будем не будем о грустном не будем дурацкие вопросы задавать почему так происходит обратимся лишь к тому факту что в рамках этого информационного поля у автора может быть искреннее понимание того что ценовой потолок работает но не может же министр финансов соединенных штатов просто врать ну то есть вообще выйти и врать нет конечно поэтому ну раз ценовой потолок работает а мне принесли данные о том что вот выше 60 это значит потолок поломался на те же в натяжном потолке дырка надо ее быстро залатать вот и а общий контекст вот когда масса вот этих сообщений от авторов находящихся в этом информационном поле которые считают что да работает и именно исходя из этого интерпретирующих поступающую информацию когда вот вот масса этого всего накапливается получается такое вот информационное давление на наших восточных партнеров такие знаете словесные интервенции поддерживаемые постоянно такой поддерживаем постоянно поддерживаемый градус словесных интервенций для того чтобы в том числе вот другие покупатели российской нефти задумались но может быть правда но все раз работают то чё мы мы тоже хотим по такой цене покупать а то мы покупаем по 80 а вот давайте по 60 вдруг кто-то выйдет из них и так скажет и тогда и тогда россия перестанет этому покупателю поставлять нефть и вот тогда будет очень интересно но это ладно это будет другая история а пока дорогие друзья не надо радоваться тому что наша нефть стоит дороже 60 потому что она и так стоит дороже 60 и нужно с некоторой опаской если угодно относиться к той информации которую нам который нам подается и к тому как она интерпретируется касательно российской нефти цен на российскую нефть рынков где она продается почему-то не упомянутых и прочему 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 то так или иначе касается экономики нашей страны касается налогообложения в отрасли касается касается денег соответственно которые поступают в бюджет российской федерации которые далее распределяются по самым разным статьям доходов и косвенным образом влияют и на каждого нашего отдельно взятого слушателя из российской федерации тоже слушатели не из российской федерации можете написать в комментариях откуда вы. Соберем статистику, сверим ее с той статистикой, которую нам дает Ю. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика.инфо, в особенности на наши телеграммы. Они требуют вашей подписки. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для помощи нашему проекту и дальше также бодро вещать на просторах Ютуба в условиях лишения монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok